Сейчас идет операция Операция называется СМАС-подтяжка лица Она начинается Это моя пациентка Которую Я оперировал Два или Три 2018 Это три года назад Выполняли круговую блефорпластику Вот пациентка Решила Что необходимо Верхнюю, среднюю часть лица И нижнюю вместе с шеей С подбородком тоже Омолодеть Поэтому у нее на самом деле Согласно возрасту Изменениям на лице Все показания СМАС-подтяжки То есть гравитационный птоз кожи Мягких тканей Отмечается Это все соответствует Возрасту Изменениям Поэтому она прилетела За три с половиной тысячи километров Для того, чтобы Мы прооперировали Операция такая В среднем длится СМАС-подтяжка Пациенты в клинике Пребывают Один-два дня И по сути Помимо отеков И синячков Больше ничего не беспокоит Это достаточно Безболезненная операция Если ее можно так назвать То есть В принципе Операция на лице То, что касается Глифоропластики СМАС-подтяжки лица Они безболезненные Практически Теперь вопрос Нужно ли сдавать Пациенту Операции За сколько дней Нет Сейчас нет необходимости Сдавать ПЦР-анализ Если речь идет о Коронавирусной инфекции Поэтому Есть перечень обследований Которые нам необходимы Для того, чтобы Решить вопрос О возможности Оперативного вмешательства Мы обычно отправляем При записи Уже На операцию Ух ты Давайте поговорим Про килоидные рубцы Килоидный рубец Относится к виду Рубцовой ткани Патологической Почему патологической Потому что В принципе Что такое рубцовая ткань Это Особый вид ткани Который формируется За счет работы В основном фибробластов При травматизации Кожных покровов То есть там Где произошла травма Через все слои То есть эпидермис Дерма В ответ В ответ На это Организм Пытается Себя защитить Замещает Определенные Определенные Виды тканей Этот вид ткани Называется Рубцовая ткань Мы ее так называем Рубцы Шрамы Как угодно И вот В тех случаях Когда есть Генетическая Предрасположенность К гипертрофии Рубцов С килоидообразованием Сама рубцовая ткань Которая формируется В ответ Компенсаторно На травму Она выходит За пределы Предыдущей За пределы Раны Которая нанесена Скажем Рана шириной В 3 мм Или в 5 мм А рубец В последующем Может быть И сантиметр И более И 2, и 3 Это называется Килоидный рубец Да Сейчас На следующий вопрос Тоже ответим И плюс Килоидный рубец Он болезненный Он зудит Поваливает Беспокоит Меняет цвет Периодически И так далее Эти рубцы Требуют лечения И отнюдь не хирургического Есть разные способы Лечения В зависимости От локализации Рубцов Ну и так далее Еще вопрос был Пожалуйста Можно ли антибиотики После такой операции? Вообще Современно Антибактериальная терапия Или антибиотикопрофилактика Она Ну в сухом остатке Складывается В следующую позицию При всех плановых Оперативных вмешательствах Выполняется Антибиотикопрофилактика Не антибиотикотерапия В чем она заключается? Что Создается определенная Концентрация Антибактериального препарата В крови В момент Разреза Непосредственное течение операции И спустя 6-8 часов После перенесенной операции Делается Второй раз Тот же препарат Который использовали до Или во время Начала операции Если же В последующем Возникает Какая-то проблема Хирургическая инфекция Огноение Иные проблемы Может быть Не связаны С операционной раной Пневмония Может подключиться Все что угодно Любые осложнения И проблемы Острое состояние Они уже требуют Назначения И подбора Антибактериальных препаратов То есть Так называемой Антибактериальной терапии В том числе С использованием антибиотиков Курение и монопластика Лучше брать До операции Она скоро Или это лишний стресс Ох нет Это не стресс Надо бросить Конечно же Курение и монопластика Это В принципе Курение и операция Тем более Пластическая С использованием имплантов Это плохо совместимо По одной простой причине Поскольку Нарушение Как раз Заживление Формирование Рубцовой ткани У курения Курщиц Гораздо выше Многократно Причем Выше риск Формирования Капсулярной контрактуры При установке Имплантов Грудных И так далее Поэтому При любой Возможности Нужно Конечно же Бросить курить Скажите пожалуйста Чем может Возьмем серома После мамопластики И как она Лучится Спасибо Серома после мамопластики Формируется По ряду Причин Совершенно разных Они могут быть Как в отдельности Вызывать серому Так и В сочетании Первая причина Всегда серомы Это все таки Качество Используемого импланта И техника Выполнения Операции Умки хирурга Безусловно Как выполняется Операция Как обрабатывается Как формируется Карман Какие растворы Используются Как устанавливается Имплантант И так далее Чаще всего Все проблемы Вот именно В этих двух позициях Качество импланта И руки хирурга Второй проблемой Серома Формируется Когда она вторична То есть Изначально Формируется Гематома Какая-то Может быть Незначительная Не очень клинически Заметная То есть Это скопление Сгустков крови В полости В кармане Где находится Имплант И в последующем Кровь лизируется Формируется Жидкость Она поддерживает Некий такой Хронический Воспалительный Очаг И формируется И дополнительно Увеличивается Наличие жидкости Вот Это так называемая Наверное Вторичная Серома Можно назвать Причины серома Чаще это Инфекционный Характер Носят Как инфекция Проникает В карман Где находится Имплант Совершенно по-разному Часто при использовании Неправильном Использовании Я бы так сформулировал Дренажей После Момопластики Неправильном Их Применении Это тоже Несет в себе Риск Инфицирования Кармана И в последующем Опять же Формирование Серома И так далее Лечение В основном Если Вот те причины Которых я назвал Это все-таки Хирургическое Лечение Повторное вмешательство Потому что Когда есть Инородное тело В виде силиконового имплантата И серома Это означает Что есть очаг Хронического Воспаления В кармане Это означает Что Внутренний слой Рубцовой капсулы Гиалиновой Он поддерживает Сам Воспалительный процесс Инфильтрируется Лимфоцитами Макрофагами И этот Воспалительный процесс Уже независимо Ни от каких причин Дополнительных Внешних Он постоянно поддерживается Этими тканями Поэтому возникает Необходимость Радикального решения Этой проблемы Это повторная операция С удалением Рубцовой капсулы С воспаленными Участками В том числе И самой Рубцовой капсулы Гиалиновой оболочки И так далее И зачастую Конечно же С заменой имплантов Или с удалением имплантов Спасибо большое Спасибо большое Очень приятно Я тоже скучаю Но держусь Еще передаю Приветик Из Красноярска Позвольствуйте А вы у меня Вчера сидели Да я могу Это делать Ничего В основном Как делается Маммограмма Брутили с импланом Я рекомендую Посмотреть Полистать Мой инстаграм Года два Или три назад Найдете видео Где я очень подробно Не только объясняю Как выполняется Маммограмма Вместе с моей пациенткой Мы эту процедуру Мы эту процедуру Вместе проходим Демонстрируем Что при наличии имплантов Беспрепятственно Можно проходить Такую диагностическую Манипуляцию Как маммографию Если опять же Все делать с умом И правильно Отек чего Речь идет О хирургическом Постравматическом Зависит от масштабов Этой травмы И отек чего Именно Откуда Да Спасибо Спасибо большое Друзья Сейчас как раз Выполняю Смаз-подтяжку Мобилизовал Мышечно-поневротический слой Вы знаете Что я не очень люблю Эти кровавые сцены Ничего не демонстрирую Ну поскольку Это не добавляет Чего бы сказать Никакой уверенности Ни пациентам Ни их родственникам То что они посмотрят Эти кровавые сцены Тем более Что сами Они внести изменения В них не могут Они не могут Сказать В будущем Если попадут Докторную операцию Доктор А мне вот так Вот делайте А вот так Не делайте Потому что Доктор конечно же Ориентируется Исключительно На опыт Международный опыт Собственный опыт И действует Исключительно В интересах Пациента Я чуть-чуть погромче Пожалуйста Да Я не слышу Отек Разрез на животе Ну давайте так То есть там Рубцовая ткань Сформирована Рубцовая ткань Зреет год Если мы Об этом говорим То есть пока Не созреет Нарушение Какие-то Микроциркуляции Лимфостаза Венозного стаза Они могут быть Хоть и локальные Но в среднем Через 3-6 месяцев При разрезах Передней брюшной стенки Процентов на 80 Формируется Тот вид Который должен быть Сколько человек Отлично Если вопросов нет Мы можем смело Отключаться Друзья Потому что Мы Подключились Исключительно Для того Чтобы В дефиците Прямого общения Ответить На какие-то Скопившиеся Вопросы Спасибо большое Спасибо Очень приятно Камчатку Очень люблю И все Обещаю приехать Благодарю за ответы Которые получили На вопросы Спасибо большое Спасибо Друзья Вопросов нет Все хорошо Тогда Я с вами прощаюсь Но ненадолго Напомню Что очень много Освещенных Чаще это повторяются Вопросов Ответов На вопросы Уж много лет Все записи Есть В прямых эфиров В том числе Немножко И с кровавыми сценами В том числе И с масс-подтяжки То что я сейчас делаю На ютюбе На моем канале Доктор Крапетян Результаты работы Выложены во втором аккаунте Многие знают Из вас об этом Пластик Крапетян Ссылка есть В шапке Этого аккаунта Тогда всем спасибо Прощаюсь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому